МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша съемочная группа. Рассказывает Юлия Константинова. Под снежной лавиной «Человек». Сигнал СОС поступил в полседьмого вечера субботы. Спасатели Хакасия, Кемеровской области, центра Иргаки, кинологи МВД, специалисты медицины катастроф, волонтеры. Более 50 человек были подняты по тревоге и направлены в зону бедствия. Трудно доступную. К приюту Адмиральский, так называется маленькая турбаза, где любители экстремального отдыха решили провести выходные, можно добраться только на снегоходах или вертолетах. В зону бедствия прибыли сразу два Ми-8 со спасателями на борту. Вот с этого склона, что у меня за спиной, и сошла лавина. Обратите внимание, гребень ее, вон та полоска. Он еще нависает, а значит, вторая лавина может сойти в любой момент. Сейчас глубина снега варьируется от 5 до 8 метров. Поэтому так важно точно определить зону поиска. Специалисты провели разведку, опросили очевидцев, по словам которых, подвижка снега пошла, когда их товарищ находился на вершине горы. Они увидели его попытку спастись. То есть он начал движение вниз, но лавина его настигла, и он в нее попал, то есть потом исчез с поля зрения. Но они молодцы, запомнили ориентировочное место, где он исчез, и направление приближительного движения, то есть по которому проще было потом выявить предположительное местонахождение. Технология непроста. Использовали как кинологические расчеты, так и специальный прибор, который реагирует на металл. Шли цепью, каждые 40 сантиметров прокалывая снег лавинными зондами. Обследовали 560 квадратных метров. Алексей Игнатков был среди тех, кто первым обнаружил тело. Когда зондируешь, не надо сильно, просто опускаешь. Само ощущение мягкости, то есть пружинящее такое. Снег очень большой, пухляк. Где-то есть свои плюсы, потому что снег мягкий. Он не стал жестким, а мягкий. Но в то же время большая масса снега. То есть в некоторых местах у нас зонды, вот трехметровых, их не хватало на полный вылет. Вообще, можно сказать, что нам повезло. На поисковые работы ушло всего три часа. Для сравнения, в Туве при сходных обстоятельствах они велись больше недели. Благодаря организованному взаимодействию работы были завершены, возможно, кратчайшие сроки. Честно говоря, я прибыл с другого субъекта. У нас такие работы могли затянуться и до недели. Поэтому здесь очень быстро, по моему мнению. Тело погибшего туриста, чтобы передать родственникам, на снегоходе доставили на ближайшую железнодорожную станцию. Специалисты утверждают, шансов выжить у крупного бизнесмена, депутата Осинниковского, горсовета Кемеровской области, не было. На больничной койке оказался участник дорожной аварии, которая произошла накануне вечером в Абакане. На улице Некрасова иномарка врезалась в фонарный столб. По словам инспекторов, скорее всего, водитель не справился с управлением, потому что был сильно пьян. Он почти в два раза превысил положенную скорость. Сейчас виновник ДТП в больнице с травмой головы. Между тем, полицейские приводят неутешительную статистику. Только за минувшие выходные в субботу и воскресенье в республике Хакасия задержано 65 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь горе автомобилисту грозит не только лишение прав. Энергетики намерены выставить ему счет за испорченный столб. Сумма порядка 10 тысяч рублей. Кстати, с начала года это уже третий подобный случай. В Абакане создан Общественный совет по контролю за деятельностью управляющих жилищных компаний. Пока такое объединение организовано при самой крупной – муниципальной УЖК. Если опыт общественных контролеров окажется успешным, то деятельность такого объединения будет распространена на весь город. Подробности у Виктора Лушникова. Абакан стал третьим городом Хакасии, где деятельность ЖКХ была взята под контроль общественностью. Причиной стал шок от январских квитанций, в которых обычные ежемесячные коммунальные платежи в некоторых домах подскочили в несколько раз. Государство приняло меры. В Хакасии январское повышение перенесено на июль, но абазинцы и сайногорцы решили в дополнение ко всем контролирующим инстанциям создать Советы общественного контроля за деятельностью ЖКХ. Сейчас к ним присоединился Абакан. Инициаторами совещания выступила мэрия и Республиканская жилищная инспекция. На нем представителям Советов многоквартирных домов устроили ликбез по изменениям жилищного законодательства. Но лишь когда очередь дошла до изменений в расчетах, домкомы оживились и высказали множество претензий к муниципальной управляющей компании. Этот совет обязательно нужен. Для чего? Потому что все вопросы, с которыми мы обращаемся в наш ЖКХ, они вообще не решаются. Вообще, с чем придешь, с каким вопросом придешь. Пустой уходишь. Основные претензии сводились к так называемым нулевым квартирам, где никто не прописан, но арендаторы в них расходуют огромное количество воды, которое потом раскидывают на всех. Кто должен бороться с владельцами таких квартир? Домкомы считают, что управляющая компания. Множество вопросов к проведению ремонтов и начислению платежей за общее имущество дома. Попробовать надо, что получится именно в работе общественной. Ведь вот если так разобраться, общественные организации – это тоже большая сила у нас. И если не работают административные органы, то попробовать, чтобы работали общественные. Управляющая компания считает, что общественные советы не должны вмешиваться в ее деятельность. Они видят общественное объединение как посредника между компанией и жильцами. А госконтроль должна осуществлять жилищная инспекция. Они будут проводить и просветительскую работу, и помощь оказывать управляющей компанией, ну и, естественно, осуществлять контроль за ее деятельностью. Народный контроль за деятельностью муниципальной управляющей компании все же был создан. Главная задача – активизировать владельцев квартир на отстаивание своих интересов. А новое общественное объединение поможет это сделать юридически грамотно. Насколько успешна будет такая работа, можно будет судить минимум через полгода. Виктор Лошников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Курорт озера Шира попал в поле зрения судебных приставов. На имущество предприятия наложен арест. Акционерное общество задолжало более 2 миллионов рублей коммунальщикам, а также в бюджет. В рамках исполнительного производства приставы арестовали две квартиры, расположенные в Ширинском районе, а также денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и кассу должника. Ветер, который бушевал в Хакасии в субботу, вновь доставил хлопот энергетикам. Без света осталась птицефабрика в Устебакане. Во время штормового ветра с одного из зданий предприятия слетела металлическая крыша и повредила две линии электропередачи. Аварийно-восстановительные бригады более двух часов устраняли сложные повреждения, как на своих лэб, так и на энергооборудовании птицефермы. Чтобы на время ремонта куры не оставались без воздуха, вентиляционная система в помещениях была подключена к передвижному дизель-генератору. Однако оперативное восстановление было осложнено тем, что группа злоумышленников решила воспользоваться аварийной ситуацией и украла провод с обесточенной электролинии. Специалистам Хакас-энерго пришлось срочно доставлять на место и монтировать целый пролет. Хакасия присоединилась к масштабной акции «Тотальный диктант». За парты сели те, кто не побоялся оценить свои знания в области орфографии и пунктуации. Подробнее об эксперименте Наталья Гармашова. Принять участие в акции «Тотальный диктант» пожелали не только абаканцы, но также саяногорцы и черногорцы. Для жителей столицы республики по традиции диктант провели в ХГУ имени Катанова. К 16 часам в аудитории собралось около сотни человек. Пришлось даже ставить дополнительные столы и стулья. Я учусь как бы на четверке, особенно по-русскому. Русский модульный предмет. Орфография, но немножко хромая. Наряду со школьниками сели за парты и педагоги, и медики. Иван Еремчук работает в энергетической отрасли. Отлично разбирается в физике, а вот в науку и лингвистику в последний раз целенаправленно окунался много лет назад в школе. Решили посмотреть на степень деградации современных школьных. Конечно, наверное, правила бы изменялись. Я так полагаю. И текст, предположительно, современного автора. Перед стартом организаторы предлагали всем желающим вспомнить правописание отдельных слов и познакомили аудиторию с темой текста, посвящена она была интернету, и авторам. Им стала известная писательница, лауреат шести литературных премий, член Союза писателей СССР Дина Рубина. Текст, он доступен всем людям, которые являются носителями русского языка. И если, конечно, результаты не очень положительные, если человек недоволен своим результатом, то это для него такой знак, что нужно обратиться к учебнику по русскому языку, повторить правила и повысить свой уровень грамотности. По традиции текст диктанта состоял из трех частей. Сибирякам досталась вторая, самая короткая, всего из трехсот трех слов. Ее название – «Опасности райских кущей». По словам участников акции, было необычно держать ручку и писать под диктовку. Преподаватели пошли навстречу, читали размеренно. Это был звуковой предел общения. География языка – это племя. Ждать результатов осталось недолго. Уже во вторник, максимум в среду, на сайте, который отражен на экране, можно будет найти свою фамилию и отметку за диктант. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В ближайшие три дня в Хакасии будет, можно сказать, жарко. После утреннего мокрого снега в такой прогноз верится с трудом. Но синоптики говорят, что повторение осадков маловероятно. Небольшой дождь ожидается лишь в некоторых территориях республики, а Бакана в этом списке нет. В ближайшие дни температура воздуха за окном будет подниматься днем до плюс 20 градусов. Ниже нуля столбики термометров не опустятся и ночью. Поэтому гололед маловероятен. Будет дуть ветер. Ожидается усиление до 15 метров в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...